Святая княгиня Ольга и династия Рюриковичей выставка с таким названием открылась в Государственном музее истории религии Санкт-Петербурга. Подробности у нашего корреспондента в северной столице Александра Алексина. В Государственном музее истории религии Санкт-Петербурга открылась выставка «Святая княгиня Ольга и династия Рюриковичей», которая освещает историческое значение государственной деятельности княгини Ольги и ее потомков князей династии Рюриковичей. Выставка посвящена святой равноапостольной княгине Ольге и ее потомкам, династии Рюриковичей. В династии Рюриковичей было канонизировано более 150 князей, из них около 40 представлено на нашей выставке. Это устроители государства, это государственные мужи, это великие военачальники, как Александр Невский и Дмитрий Донской, это князья-мученики, князья-страстотерпцы, святые жены. И также у нас на выставке представлен раздел почитания Романовыми Рюриковичей, то есть где прослеживается преемственность почитания Рюриками вроде Романовых. На выставке представлены иконы и гравюру 17-20 веков, предметы декоративного искусства и пасхальные яйца с изображением святых Рюриковичей, князей Киева, Чернигова, Владимира Суздальской земли. Образы святых жен выделены в отдельный раздел. Выставка также рассказывает о роли Новгорода и Пскова в образовании и укреплении русского государства, об истории борьбы Тверского и Московского княжеств. После того, как мы отпразднули тысячелетие князя Владимира, не только на церковном, но и на государственном уровне, хочется верить, что историческая справедливость по отношению к княгине Ольге будет восстановлена, потому что она предвестница христианства, предсеча, как я даже в одной статье написала, заря христианства на Руси. Княгиня Ольга была первой правительницей Руси, принявшей крещение. А при внуке Ольге, князе Владимире, христианство стало официальной религией древнерусского государства. Впоследствии Русская Православная Церковь канонизировала Ольгу и Владимира в чине равноапостольных. Среди их потомков насчитывается еще более 150 канонизированных святых. Выставка очень необычная. Много икон, которые были восстановлены, отредактированы, потому что большинство из них, как мне говорили, их нельзя было нигде увидеть, поскольку они находились в очень плохом состоянии. Выставка сделана очень грамотно, под каждой иконой, под каждым, буквально, все, что здесь показано, под каждой выставкой написано точное объяснение, дата. Поэтому, смотря на даты, смотря на самые иконы, можно понять, что им очень много лет. Кто их восстанавливал, редактировал, это очень хороший мастер. Но самое интересное, что здесь мне показалось, вот самое интересное, это, наверное, храм, который вот с точностью сделан изнутри, прям очень красиво расписан. Тоже дело мастера боится, потому что очень красиво сделано все. Выставка «Святая княгиня Ольга и династия Рюриковичей» продлится до 27 октября. Во время ее работы посетители ждут ряд мероприятий. Экскурсии, в том числе автобусная, царская дорога от Рюриковичей к Романовы. Детская программа с мастер-классом и занятия по освоению славянской письменности. Двери музея открыты для всех желающих прикоснуться к истории нашего государства.